Всем привет! Сегодня я расскажу о книге «Мир глазами Гарпа» автор Джон Ирвинг. Когда я начинала читать книгу, я сразу поняла, утончённо её никак не назвать. Даже напротив, она неэтична и даже местами аморальна. Так я думала вначале. И действительно, некоторые моменты достаточно грубы в ней. Но сама книга просто отличная. Она от себя не отпускает. Она завораживает. Но завораживает не своей увлечённостью, своей какой-то особенностью. Хотя особенность у неё, разумеется, есть. Обычно книги завораживающие, они увлекают читателя именно непрерывающимся потоком интересности для того, кто взял книгу в руки. То есть какие-то события столь увлечённо описаны, или сами по себе события столь увлечённые, или всё сразу вместе, что читатель просто не может себе позволить её бросить. Здесь увлечённость другого плана. Она какая-то жизненная. Здесь это роман не для дам в розовых очках. Она для людей, которые, ну не то чтобы не бояться увидеть жизнь жестокой, как она есть. Её могут читать, в принципе, любители носить розовые очки. Хотя они уверены, что они дадут ей высокую оценку, потому что жизнь здесь преподносится без прикрас. Она такая, какая она не то чтобы есть, но какой могла бы быть у каждого жителя этой планеты. Так сразу не скажешь, но роман крутится вокруг писательского дела. Если герои романа не пишут книги, то они хотя бы преподают что-то, предмет схожий с этим. Если они не преподают, то они имеют отношение к издательскому бизнесу. Если они не имеют отношение к издательскому бизнесу, они попросту очень ярые читатели. И, пожалуй, из всех героев я могу называть только, ну немного численное число людей, которые не относятся вот так вот прям напрямую к писательскому делу. Здесь мы застаем не одно поколение людей. И каждая из них представляет для читателей, по крайней мере для меня, свой интерес. Я, к сожалению, не в полной мере могу сказать, о чем конкретно эта книга, так как я испорчу впечатление. Это будет не то чтобы спойлер, но какой-то его некий такой оттенок, который позволил бы читателю понять, что это за книга, до того, как он ее прочитает. Это не очень хорошо. Книга действительно занимательная. Она может поражать иногда своей грубостью. Но, тем не менее, она хороша. Автор очень любит неожиданной смерти, от неожиданных причин. Еще одно отличие от книги и от прочих, это то, что у автора нет хоть сколько-нибудь открытой консольски. Он описал судьбу чуть ли не совершенно каждого, даже второстепенного персонажа. Я надеюсь, если вы решите прочитать эту книгу, то она придется вам по душе, и вы не будете на меня сердиться за то, что я вам ее порекомендовала. Всего самого прекрасного. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok